Мы закончили рассмотрение пешечных окончаний и остановились на понятии оппозиции. Теперь мы можем перейти к более сложным эншпилям. Нам интересно выяснить, можно ли поставить мат королю двумя конями. В рассмотренных простейших окончаниях с участием фигур у сильнейшей стороны был достаточный перевес для того, чтобы вынудить мат королю противника. Причем наименьшие силы участвовали при матовании ладьей. По шкале сравнительной ценности шахматных фигур два коня сильнее одной ладьи. Следовательно, казалось бы, два коня также смогут объявить мат королю противника. Тем более, как мы уже убедились, другая равноценная пара легких фигур, слонов, вполне справляется с подобным заданием. Однако оказывается, что для двух коней матование одинокого короля – непосильная задача. При правильной защите слабейшая сторона избегает мата. Допустим, одинокий король уже оттеснен почти в самый угол. Этого добиться нетрудно. Давайте посмотрим, как могут развиваться события. Ход белых. Как вы понимаете, есть много вариантов игры. Рассмотрим некоторые. Начнем с такого. Конь Е7 делает ход на поле С6 и угрожает черному королю. Очевидно, что на поля А7, Б7 и С7 король пойти не может. Они под контролем короля противника. Если он сделает ход на поле А8, то следующий ход белых будет конем на поле С7 и королю будет объявлен мат. Плохой вариант. Аннулируем его. Тогда остается ход на поле С8 и он единственно верный. Если сейчас конь сделает ход на поле С5, то возникнет патовая ситуация. Королю некуда ходить. А если конь делает ход на поле Е5, король возвращается на поле Б8. Положение равное. Король действует очень осторожно и избегает мата. Вернемся к началу ситуации и попробуем начать по-другому. Конь делает ход на С5. Король встает в угол на поле А8. Если теперь этот конь пойдет на поле А6, то получится пад. Если другой конь сделает ход на поле С6, королю также некуда ходить. Есть еще варианты ходов, которые приводят к пату. Допустимым в данном случае является ход на поле Е4. Тогда черные возвращаются на поле Б8. Конь белых делает ход на Д6. А король А5 встает в угол. Теперь другой конь делает ход на поле Д5. А король возвращается на Б8. Возможно и другие варианты развития этой ситуации. Попробуйте их сами и убедитесь, что нет возможности заставить короля с слабейшей стороны пойти в угол, не освободив ему дорогу в обратную сторону, или не запотовав его. Любые попытки безуспешны. Королю ни с какого бока не подобраться. От защищающейся стороны в этих Эншпилях требуется лишь внимательность на заключительном этапе, у края доски или в углу. А в положении на этой диаграмме белый король находит спасение в углу. Давайте посмотрим, как это происходит. Ход черных. Король черных делает ход на поле Е1. Белый король встает в угол. Конь делает ход на поле Е3. Белый король делает шаг на поле H2. Черный конь идет на поле F1 и угрожает белому королю. Он уходит от удара на поле G1. Король черных встает на поле Е2. А белый король опять скрывается в углу. Положение равное. Ничего не изменится, если в рассмотренных примерах ход окажется за другой стороной. Можете убедиться в этом сами. Однако, если у слабейшей стороны имеется еще и пешка, то такое соотношение материала, как ни парадоксально, оказывается на руку сопернику. На этой диаграмме у черных есть пешка. А белые выигрывают независимо от того, чей ход. Ход белых. Конь делает ход на поле G6. Пешка черных встает на его место. Белые не могут побить пешку, так как, согласно сказанному выше, игра свелась бы к ничьей. Тогда конь делает ход на Е5. А пешка идет дальше на поле H3. Конь идет дальше в направлении неприятельского короля, а пешка вплотную приблизилась к полю превращения. В игру вступает другой конь и делает ход на поле B5. А пешка черных вступила на поле превращения и стала ферзем. Но он уже не успеет помочь своему королю, поскольку белые делают ход конем на поле C7 и объявляют мат черным. Давайте рассмотрим еще один пример, когда у слабейшей стороны, кроме короля, есть пешка. Ход белых. Конь с поля Е7 делает ход на поле D5. Король черных встает в угол. Конь идет на поле C7 и угрожает черному королю. Тот возвращается на поле B8. Тогда конь делает ход на поле A6 и опять объявляет шаг черному королю. Король снова встает в угол. Подобную ситуацию, но в отсутствии черной пешки, мы уже рассматривали. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. У черного короля в настоящий момент ходов нет. И если бы не пешка, то получился бы пад. Поэтому после следующего хода белых конем на поле B5 вынуждена сделать ход пешка. Пешка идет на поле D6, хотя с таким же успехом она могла бы пойти и на поле D5. А белым как раз и не хватало этого одного хода, чтобы окончательно блокировать черного короля и объявить ему мат. Конь делает ход на поле C7 и черные проиграли. Причина этого своеобразного обстоятельства очевидна. Белый король с помощью двух коней делает черному только пад, если на доске нет черной пешки, которая могла бы продвигаться. Медвежью услугу может оказать и более ценная фигура. В позиции на этой диаграмме черный конь, казалось бы, должен помочь своему королю. Но он занимает такое неудачное положение, что пользы от его присутствия никакой. Более того, от своего коня черным только вред. Без него была бы ничья. Давайте понаблюдаем, как развиваются события. Белые делают ход конем на поле F7. Черные идут своим конем на его место. Естественно, что белые не бьют черного коня, поскольку тогда партия свелась бы к ничьей. Они делают ход на поле H6 и угрожают черному королю. Тот уходит от шаха в угол. Белые делают ход конем на поле G5. И черный король оказался блокирован в углу. Если бы не было у черных коня, то получился бы пад. Ничья. А так черные вынужденно ходят конем. Помните, такой ход называется цукцван. И белые делают ход конем на поле F7 и объявляют мат черному королю. Ситуация очень похожа на предыдущий пример. Только там была лишняя пешка, а здесь конь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!